Деятелей, которых перечисляет бывший адвокат Янукович, возможно, появилась бы какая-то ясность происходящим. Вот давайте мы просто припомним, например, что именно говорил Масичук, помимо тех кадров, которые мы сейчас видим, это тот самый автобус, когда людей мучили и заставляли есть в том числе битые стекла. Давайте Масичука послушаем. Будь-яки спробы разорвать территориальную целесность Украины. Попытки разорвать территориальную целостность Украины будут жестко наказаны. Если власть на это не способна, то правый сектор сформирует поезд дружбы. Мы, как в 91-м Унцов, поедем в Крым. Тогда публика, подобно этой, как крысы убегали, когда колонна унцовцев ходила в Севастополь. Ну, такие были показания. Нина Анзоровна, скажите, пожалуйста, как... Я в 91-м году. Какой Крым, Валерий? Какой Крым, Вадим? Вадим. Какой Крым? Давно мы с вами не встречались. Трюхан. О-о-о, это помнит. Папу Вадима зовут Валерий. Это помнит. Трюхан. Нет, Трюхан. Август 91-го года. Никакого Крыма нет еще. Нет, так 1-го декабря... Еще декабря 91-го года. И Крым право-совообразовала независимость Украины. Послушай меня. Единый Советский Союз. Я в Симферополе. Хочу сесть в поезд. Симферополь-Севастополь. Выскакивают автоматчики и не пускают меня в поезд. За что? Я в 91-м году. Да! В 91-м году. Меня ждут жители Севастополя. Я прилетел в Симферополь. Вообще никого у Крыма. Что вы упираетесь в Крым? В аннексию или что-то еще? Это все началось у вас давно. Вы 300 лет нам голову морочите. Вы зачем вас взяли? 360 лет назад вы вас взяли, и это была ошибка русского царя. Нужно было пинками позад вас в Польшу убрать. Так была бы Польша и Россия. Два мирных государств. А раз взяли, Владимир Вольфович, вы, конечно же, уже никогда не отдадите. Нино Анзорнов-Бурджанадзе у нас сегодня в студии. Нино Анзорнов.